Дорогие мои зрители, хочу вам объяснить, почему по последнему моему видео отключены комментарии. В принципе, последнее моё видео было посвящено ситуации в городе Армянске и вообще на Северном Крыму. И пошли очень неадекватные комментарии. Такие, что просто волосы дыбом вставали. Многих пришлось просто в бан удалить, а вообще даже не видела смысла оставлять уже возможность этих комментариев. Лилось столько нехорошего, что становится страшно, действительно, как один народ, вот так развели в разные стороны. Даже не по национальности. Украину взять, Россию взять. Мы многонациональное государство. Люди национальности проживают что на Украине, что в России одинаковые. И у многих семей настолько смешанные, чтобы говорить, там, вот я украинец, а вы русский, там, вы второй сорт или наоборот. Это очень глупо. Что делается, что происходит. Значит, нас, значит, разделили на разные государства. Массовые медиа постоянно нагнетают обстановку. И в итоге люди готовы уже просто пойти друг на друга с оружием. Меня очень сильно возмутили вот такие сообщения, как, ну вот, наконец-то у вас там проблемы, дышите, задыхайтесь, мост вам построили, валите в Сибирь. Вы знаете, у меня как бы родня вся с Сибири. Новосибирский культурный большой город. Но в свое время именно с юга России переселили нас в Сибирь наших предков. Почему? Потому что рабочие, трудолюди были, крестьяне зажиточные, работали. Они уехали в Сибирь, они и там обосновались, и там жили, и там построились. Но почему из-за какой-то гнили нормальные люди должны куда-то уезжать, со своей земли? Мы сейчас живем на юге России. Мы имеем на это право. Нравится вам это или нет? Кто хочет здесь жить, никому не запрещается. Но и выгонять, извините, вы не имеете права даже высказывания такие давать. Еще раз хочу напомнить. Мы многонациональное государство, что Украина, что Россия. Мы были одной страной. Если вы считаете, что массовые СМИ могут вот так вот просто над вами иметь какое-то влияние, то выбросите, в конце концов, телевизор. По поводу Красноперекомска. Видите, вот сижу, ветерок дует. У тебя сейчас ветер, где-то юго-восток, наверное. Воздух чистейший. Потому что с той стороны никаких заводов нет. Заводы все позади меня. Все несет сейчас как раз таки в сторону Украины. Проблема сейчас в Чепленском районе. Не у нас. Сегодня звонила матери в Армянск. Говорит, дышится легко. Окна все пораскрывала. Прелесть просто. Она у меня имеет асфатический компонент. То есть, если бы что-то было, она бы почувствовала. Проблемы устраняют. Работают машины, моют все. Работают люди. Дети в санаториях. В Перекопе вообще, как бы, вот этой ситуации никто не почувствовал. Хотя говорили, что кто-то уже и в обмороке падал, там был в школе. И там еще какие-то проблемы были. Но это, скорее всего, не связано с этим. У нас химический город, у нас своих проблем хватает. У нас очень часто обромный завод выкидывает всякую нечисть в воздух. Это как было, так и будет, пока его не закроют. Поэтому, слава Богу, живы-здоровы и дышать есть чем. Дышим воздухом своим крымским. Всем хорошего настроения. Добра побольше в сердце. Продолжение следует...